28 февраля в Доме культуры Аула Бличепсин прошло профилактическое мероприятие с участием представителей Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльски, администрации района, а также родителей учащихся Бличепсинской школы. Основной целью встречи явилась пропаганда законопослушного поведения подростков, предупреждения преступлений и правонарушений в отношении детей. Инспектор направления охраны общественного порядка Тамила Меритукова провела беседу с родителями на актуальную в настоящее время тему – профилактика мошенничества с использованием цифровых технологий. Совершение преступления путем мошеннических действий. К сожалению, за последние годы одним из наиболее распространенных видов мошенничества стало мошенничество в сфере телефонно-информационно-коммуникационных технологий или компьютерной информации. Мошенничество по телефону становится одним из наиболее простых способов получения несанкционированного доступа к банковской информации граждан, которые стали доступны вследствие утечки персональных данных, например, из баз номера телефона, фамилии или отчества в каких-то соцсетях или в банке данных каких-то учреждений. Действия мошенников квалифицируются статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть это умышленные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления давения. Противодействие такому виду мошенничества осуществляется государственными органами не только с помощью регистрации и расследования уголовных дел, но и путем информирования граждан о потенциальной опасности. С помощью информирования граждан со стороны госорганов, но и следственной массовой информации, внушительное число граждан уже осведомлены о типичных случаях мошенничества, которые совершаются с использованием мобильной связи. Но тем не менее злоумышленники постоянно совершенствуют уже имеющиеся и активно используемые схемы мошенничества по телефону, придумывая все более трудные для распознания способа обмана. Со стороны потенциальных жертв лучшим способом избежать уловок телефонных машинников является осведомленность о том, какие схемы существуют. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алена Байбекова призвала родителей регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения на дороге, уделив особое внимание недопущению управления транспортным средством несовершеннолетними, не имея водительского удостоверения. Управление транспортными средствами несовершеннолетними. Все вы знаете, что автомобиль является источником повышенной опасности и что лицо, не достигшее определенного возраста и не прошедшее автошколу, не получило водительского удостоверения, не имеет права управлять транспортными средствами. Убедительная просьба, чтобы вы контролировали этот момент, потому что все равно больше ответственность несут родители за своих детей, они должны до них доносить это. Если у детей есть желание управлять автомобилем, мопедом, в автошколе можно пройти обучение, потом по достижении возраста 18 лет они правы получить водительское удостоверение и уже управлять. Просьба почаще проводить с ними беседы, потому что у нас зафиксированы такие факты, что несовершеннолетние управляли транспортными средствами и виноваты в ДТП были не несовершеннолетние, а другие лица. То есть пострадал потом несовершеннолетний ребенок. Поэтому просьба контролировать, чаще проводить беседы, напоминать им о том, что их жизнь и здоровье в их руках. И в случае, если зарегистрирован факт управления транспортными средствами несовершеннолетним, то в отношении уже ребенка он подлежит ответственности. Потом дело передается в комиссию по делам несовершеннолетним, где дальше выносится уже решение. И ребенок может также, ребенка могут поставить на учет и в дальнейшем это может помешать. Если ваш ребенок планирует какие-то структуры дальше пойти работать, то это уже ему будет препятствовать. В ходе беседы стражам и порядка особое внимание обращено на роль семи формирований личности защиты подростка от негативного влияния улицы. Полицейские напомнили присутствующим, что объяснение норм поведения своим детям является первостепенной обязанностью родителей. И здесь наиболее грамотным методом обучения становится личный пример родителей. Обслуживаю я четыре населенных пункта, два аула, хутор и поселок. Но хочу заметить, что в вашем ауле у меня нет ни одного ребенка и ни одного родителя, состоящего на учете. Это очень большой плюс. Это говорит о том, что сами жители воспитанные проводят воспитание со своими детьми. По поводу школы. В нашей школе номер пять есть устав школы. Вы когда приводили своих деток на обучение, вы ознакомливались с этим уставом. Этот устав должен находиться в школе на доске обозрения. Вы должны все его знать, кто не знает, прошу ознакомиться. В уставе школы прописано, как ребенок должен себя вести, что ребенок должен делать. Потому что, когда вы отдаете ребенка в школу, всю ответственность на время занятий несут педагоги. Что-то случится с ребенком, в ответственности будут педагоги. Поэтому большая просьба перед тем, как ребенок идет в школу, провести дополнительные занятия по мерам безопасности, по правилам поведения. Хотелось бы отметить, что в уставе школы закреплено, что на учебных занятиях нельзя находиться с сотовым телефоном. Нельзя снимать, нельзя фотографировать, уважать педагогов, потому что, думаю, наши педагоги ничего плохого не научат наших детей. Что касается соцсетей, интернета. Сейчас очень много приложений безопасности. Если у вас дома есть компьютер, у ребенка телефон, можно установить это элементарное приложение. Вы контролируете через свой телефон, на каких сайтах сидит ваш ребенок, когда он заходил. Инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Леднева разъяснила родителям основания и последствия постановки на профилактический учет, напомнила о вреде употребления несовершеннолетними алкоголя и наркотических средств. В ходе беседы были затронуты и другие немаловажные темы. В заключении инспектор ПДН обратилась к родителям с просьбой объединить усилия с полицией и учителями для профилактики преступлений в отношении подростков и обеспечения безопасности детей. Следует отметить, что подобные мероприятия планируется провести во всех сельских поселениях района.